Добрый день, дорогие мои друзья! Лет 40 назад в нашей стране знали пару-тройку проверенных сортов помидоров. Названия передавали из поколения поколения и размножали самостоятельно. Но последние десятилетия наступил такой томатный бум. Огромный ассортимент томатов, разнообразных размеров и окраски, на самый изысканный вкус, заставляет заняться томатными грядками даже тех, кто никогда этим и не занимался. Среди этих тысячи сортов, известных благодаря высоким показателям урожайности, жаровыносливости и стойких понижению температуры, особенно популярны те томаты, которые редко болеют и продоносят в течение всего дачного сезона. Хотелось бы особенно отметить томаты, которые в нашей средней полосе дают особенно положительные отзывы от практикующих огородников. Я сегодня расскажу вам вкратце, какие наши средние полосы, даже в такие условия, как в этом году, погоды, то жара, то дожди, у нас они плодоносят прекрасно. Томат розовый мед. Рекомендуем сажать тем, кто ценит крупные мясистые томаты такой красивой формы. При должном уходе вот этот сорт порадует вас отличной урожайностью и хорошим вкусом. Это урожайный, средне-ранний, очень популярный у садоводов сорт томата для теплиц и открытого грунта. Томат ботяне это раннеспелый, урожайный, неограниченное роста сорт томата сибирской селекции. Рекомендован для вращения теплицы в средней полосе и в открытом грунте. Куст высотой до 2 метров требует подвязки к опоре обязательно и, конечно, нужно посынковать при формировании в один или два стебля. Плоды этого сорта весом 300-350 граммов, сердцевидная форма, с тонкой кожицей, хорошего вкуса, сочная, мясистая, малосемянная, сладкая. Цвет спелого плода розовый. Эти помидоры идеально подходят для свежего потребления, а также соков и соусов. Томат турбочка. Плод оранжево-желтого цвета. Вес достигает от 150 до 500 граммов. Грушевидного типа, более-менее сильно такой ребристый. Ребристый по всему телу этого томата. Густая и сочная мякоть, со сбалансированным вкусом. Хорошая сохранность плода после сбора. Урожай бывает до 5 килограмм с одного растения. Этот сорт называется сливка бендрика. Помидоры сливовидные, плотные, с толстыми стенками. В стадии зрелости они, конечно, красного и желтого цвета. Весом 80-100 граммов. Вкус вполне приличный, не пресный. Но все-таки эти помидорки больше всего подходят для засолки, для вяления, замораживания, чем для салатов. В консервах шкурка не лопается, а помидор хорошо сохраняет форму свою. Семян в плодах немного. Томат пузата хата чем-то похож на турбочку. Вот своей вот ребристостью. Это раннеурожайные. Предназначен для вращения как в открытом грунте, так и в теплице. Томат пурпурное сердце. Он высотой в конце сезона около метра. Не требует посынкования. Или можно посынковать до первой кисти. Лист морщинистый, обычного типа. В некоторых каталогах он считается как гном. Плоды сердцевидные. В стадии зрелости он должен быть пурпурно-шоколадного цвета. Весом будет достигать до 200 граммов. Они мясистые, малосемянные и хорошего вкуса. Мякоть сочная, с приятным пикантным вкусом. Эти томаты хороши для свежего употребления и приготовления густого сока. Томат кубанский розовый. Очень урожайный и вкусный, розовоплодный сорт. Плоды малиново-красные. Весом 200-500 граммов. С мякотью, с хорошим вкусом, гармоничным, со сладостью и кислинкой. Это настоящий овощ-сюрприз. Никогда заранее не угадаешь, какой формы помидоры вырастут. Причем не просто из рассады, полученной из разных семян. А даже на одном кусте, первая волна урожая может быть с помидорами в форме груши, вторая плоды уже напоминают припешки. Под конец помидоры они вообще могут вырастить. Или круглый абсолютно, или вытянутый как цилиндр. Ролик снимала в середине июля. Пока выставила, помидоры уже покраснили. Но это уже в следующем ролике. Вот такой небольшой обзор томатов в средней полосе в середине июля.